На 106-й день войны в Украине Северодонецк остается эпицентром противостояния в Донбассе. Там, по словам президента Украины, решается судьба региона. Город в значительной степени находится под контролем российских военных, но боевые действия в Северодонецке продолжаются. Как отмечают эксперты Института изучения войны в районе Северодонецка и Лисичанска, россияне пытаются обойти украинские позиции с флангов, чтобы избежать необходимости форсировать Северский Донец. Это очень жестокая битва, очень тяжелая. Это, пожалуй, одна из самых тяжелых на протяжении всей этой войны. Я благодарен всем, кто защищает данное направление. Во многом именно там сейчас решается судьба нашего Донбасса. По данным ВСУ, российская армия снова обстреляла Лисичанск. В самопровозглашенный ЛНР заявляют, что украинские силы наносят удары по гражданской инфраструктуре Лисичанска и еще четырех городов области. Несмотря на обстрелы, некоторые жители Лисичанска не хотят покидать город. У нас в стране всю жизнь работаешь на вот этот кусочек крыши над головой. И потом ехать куда-то, где ее не будет, именно своей, мы не хотим. И так очень много людей в этом городе, которые не повыезжали. Потому что на этот кусочек крыши ты работал всю свою жизнь. Украинская сторона сообщила о возобновлении обстрелов в Харьковской области, в результате которых погибли пять человек и двенадцать получили ранения. В Харькове вечером 7 июня российской ракетой был разрушен супермаркет. 8 июня в Минобороны РФ заявили, что ВКС России высокоточными ракетами нанесли удар по бронетанковому заводу в районе Харькова. Субтитры подогнал «Симон»